Всем добрый вечер! Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы поговорить о пособиях, которые мы выплачиваем всей с временной нетрудоспособностью и может быть декретная отпуска уходят девушки у нас. Так вот, как выловить ошибки в больничном листе, как проверить настоящий он или купленный, и как посчитать нам сумму пособий. Об этом мы сегодня с вами поговорим. И ведет вебинар преподаватель учебного центра специалист Ганжа Людмила Юрьевна. Начнем с того, что центр наш проводит разные варианты обучения. И, конечно же, здесь у нас проходит обучение очень большое количество специалистов, как начинающих, так и профессионалов, потому что мы стараемся держать темы на актуальность и, конечно же, даем самую последнюю информацию по всем изменениям и налогового законодательства, и изменениям в бухгалтерском учете. И даем какие-то разъяснения по ведению учета в тех или иных сложных ситуациях. Курсов по бухгалтерскому учету и 1С у нас очень большое количество. И сегодня я буду говорить на тему, которая затрагивается сразу в нескольких курсах. Начинаем мы ее обсуждать на теории бухгалтерского учета. Потом мы ее затрагиваем, расчеты заработной платы и, конечно же, про 1С. Хотя линейка очень большая, на сайте вы можете найти массу возможностей для себя. И, конечно же, те, кто увидели ссылочку «Бесплатные вебинары», активно пользуются этим инструментом, потому что вы можете, конечно, изучать не только бухгалтерский учет, у нас много чего интересного рассказывают и по другим направлениям. Кроме того, проводятся у нас практические семинары для бухгалтеров. Например, семинар для тех, кто жаждет освоить 18-е ПБУ, практически семинар «Учет налога на прибыль». Кассовые операции, переход с российских стандартов на международные стандарты финансового учета и отчетности. Про основные средства, про изменения законодательства и так далее. Что касается тех курсов, о которых мы сегодня вспоминали в связи с темой нашего вебинара, это, конечно же, расчеты с персоналом по оплате труда. И, как видите на слайде, у нас модуль пятый затрагивает именно оплату и учет неотработанного времени, понятие учет среднего заработка, расчетный период. Именно здесь очень подробно разбирается тема. Расчет пособий по временной нетрудоспособности беременности и рода. В соответствии с 255-м федеральным законом. Ну и кроме этого, также в этом блоке рассматриваются отпускные, о которых я буду говорить в июне. И еще курс есть у нас в программе 1С. Зарплата и управление персоналом – программа, несколько отличающаяся от 1С бухгалтерии, которая позволяет нам учитывать все сложности при расчете больничного листа. То есть, если освоить эту программу, трудностей, конечно, возникать не будет. Главное ее поддерживать в актуальном режиме, то есть обновлять. Ну что ж, мы приступим с вами непосредственно к разбору ситуаций. И начнем, конечно, может быть для кого-то это покажется очень просто, но для тех, кто у нас подключился, чтобы вообще узнать, как посчитали в бухгалтерии его больничный лист, потому что на этот вебинар я приглашала всех абсолютно, независимо от того, бухгалтер вы или нет. Обычно все коллеги спрашивают, а как посчитать, сколько нам заплатили по больничному листу, правильно или нет, сделала расчет бухгалтерия. Так вот, чтобы посчитать сумму по больничному листу, нам надо определить, во-первых, расчетный период, заработную плату сотрудника за этот расчетный период, и, исходя из этих двух показателей, высчитать средний дневной заработок. Этот средний дневной заработок будет как раз вам начисляться за каждый день нахождения на больничном. Но есть ограничения. Страховой стаж сотрудника, потому что если сотрудник работает очень мало, то, соответственно, средний дневной ему полностью не оплачивается. Есть еще предельный размер пособия. И в итоге посчитаем с вами итоговую сумму оплаты по больничному листу. Такой порядок применяется независимо от того, какая причина нетрудоспособности. Болезнь сотрудника, члена семьи, бытовая травма, несчастный случай на производстве и так далее. Итак, определяемся с первым пунктом. Расчетный период для оплаты больничного. У нас изменились правила, правда, уже не первый год, но тем не менее. Мы берем расчетный период, это два календарных года, которые предшествуют году начала болезни или иного страхового случая. То есть, если вы заболеете 1 января 2016 года, 31 декабря 2016 года, в расчет заработок за 2016 год участвовать не будет. То есть, мы берем с вами для расчета больничного листа доходы в 2015 и 2014 году. Длительность расчетного периода всегда составляет 730 дней, и какие-либо дни из расчета не исключаются. Об этом сказано в 255 федеральном законе. Например, водитель болел в 2016 году дважды. Первый раз с 13 по 25 февраля, и второй раз тоже он заболел с 25 апреля по 15 мая. И в первом, и во втором случае бухгалтер для расчета больничного листа учитывал заработок за расчетный период с 1 января 2014 по 31 декабря 2015 года. Бывают ситуации, когда в этот расчетный период или же в одном из годов расчетного периода сотрудник находился в декретном отпуске или находился в отпуске по уходу за ребенком. В таком случае сотрудник может заменить эти годы из расчетного периода на другие предшествующие календарные годы или год, если это приведет к увеличению размера посуды. Но работодатель не обязан самостоятельно предлагать это работнику. Работник должен предоставить заявление в статье 14.255 федерального закона. Заменяющие годы не обязательно должны предшествовать непосредственно расчетному периоду. То есть для замены можно использовать и более ранние годы. Причем заменяющие годы не обязательно должны следовать друг за другом. То есть 255 федеральный закон у нас таких ограничений не устанавливают. После того, как вы определили расчетный период, вычислите заработок, исходя из которого вы будете считать сумму оплаты по больничному листу в 2016 году. В заработок мы включаем все выплаты за расчетный период. Но это должны быть выплаты, с которых вы платили взносы в фонд социального страхования. Соответственно, все выплаты, которые не облагаются страховыми взносами, вы исключаете из суммы заработка сотрудника за расчетный период. Например, государственное пособие. То есть если человек находился на больничном во время периода с 2014 по 2015 год, то оплату по этому больничному листу вы в расчет не берете. Если вам выплачиваются компенсационные выплаты, например, за вредность, в этом случае компенсационные выплаты тоже в расчет не берутся, потому что они не облагаются страховыми взносами. Ну или есть, например, такая статья, как материальная помощь. Материальная помощь. Если помните, 212 федеральный закон, который называется «О страховых взносах», который регламентирует порядок расчета суммы страховых взносов в разные фонды. Девятая статья этого закона рассказывает нам как раз о тех суммах, которые не облагаются страховыми взносами. И там есть несколько видов материальной помощи. Например, материальная помощь при рождении ребенка в первый год жизни или же в первый год усыновления, если ребенок не родной, не облагается, 50-тысячное рождение ребенка не облагается, если выдается материальная помощь. Только это обязательно есть условие, должен быть один приказ, один приказ, а не несколько приказов на части. То есть вот если будет у вас один приказ на рождение ребенка, выплатить материальную помощь, там не было денег, поэтому я всегда рекомендую приказ делать на общую сумму, а выплачивать тогда, если нет денег у предприятия, частями, тогда вы сможете не облагать страховыми взносами сумму материальной помощи в размере 50-ти тысяч. Если же это помощь материальная при стихийных бедствиях или смерти близкого родственника, то такая материальная помощь вообще не облагается страховыми взносами ни в какой сумме. И есть третий вид материальной помощи, то есть вся остальная материальная помощь не облагается страховыми взносами в размере 4 тысячи рублей, а сумма превышения начисляются страховые взносы. Повторю, 9 статья 212 федерального закона от 24 июля 2009 года о страховых взносах Российской Федерации дает вам полный перечень освобождаемых от страховых взносов выплат. Соответственно, если вы, начисляя зарплату и делая эти выплаты сотруднику, не облагали страховыми взносами, помните, что они не должны включаться в заработок за расчетный период. Например, суточные. Когда человек едет в командировку, вы ему оплачиваете суточные. Является ли это объектом обложения страховыми взносами? Растоятельно рекомендую все-таки открыть 9 статью 212 федерального закона, и вы увидите, что все суммы расходов, которые вы компенсируете человеку, находясь в командировке, не облагаются страховыми взносами. Поэтому суточные вообще не облагаются страховыми взносами. А 700 рублей относится у нас к другому совершенно налогу. Какому? НДФЛ. Очень часто путают суточные ограничения. Слышали про 700 рублей, слышали про 2500. И путают три налога. Страховые взносы, НДФЛ и налог на прибыль. Так вот, ограничения в этих суммах только лишь по НДФЛ. Страховыми взносами вообще не облагаются. А при расчете налога на прибыль берется полностью, какую сумму вы не напишите в вашем договоре, в вашем внутреннем документе. Столько и будет у вас браться в расходы при расчете налога на прибыль. Итак, вернемся сюда, в расчет. Вы берете, считаете сумму заработка человека за год 14 и за год 15. И смотрите, если сумма дохода за год превышает предельную величину, с которой начислялись страховые взносы в фонд социального страхования, то тогда в расчет заработка для оплаты больничного листа вы берете сумму ограничения, не более того. Например, у вашего сотрудника годовой доход составляет 1 млн. рублей в 2014 и в 2015 году. В этом случае вы сможете взять в расходы, вернее, в оплату ему не более, чем суммы, которые вы видите на экране. В 2015 году, когда он получал годовой доход в 1 млн. рублей, страховые взносы начислялись на сумму 670, а с суммы превышения страховые взносы в фонд социального страхования не начислялись. Про 2014 год была еще меньше сумма 624 тысячи. Эта сумма облагалась страховыми взносами, а с суммы превышения 376 тысяч, которые остались в 1 млн. минус 624, с этой суммы вы не начисляли страховые взносы в фонд социального страхования. Поэтому, если заработок человека больше, чем предельная величина, то в расчет включается предельная величина. Если заработок человека меньше, чем предельная величина, то в расчет берется реальный заработок. При расчете больничного листа такие же ограничения Они учитывают и работодатели, которые применяют специальные режимы налогообложения, правильно? Это и предприятия, работающие на упрощенной системе налогообложения, патентная УИП и ЕНВД, и сельхозналог. Если в каком-то году суммарный заработок превысил лимит, то предельную величину берем для расчета больничного. Этот порядок не распространяется на расчет больничного листа при несчастном случае или профзаболевании. То есть если человек у вас поскользнулся на предприятии, упал, значит там идет совсем другой расчет и совсем другие правила. То есть эти ограничения у нас только к ФСС по временной нетрудоспособности и так далее. Например, сотрудник работает в организации с августа 6 года, оклад 15 тысяч рублей. С 1 по 22 февраля 2014 года Беспалов был в отпуске. Из-за февраль в 2014 году ему начислили отпускные на сумму 9 тысяч и зарплату за фактически отработанное время, то есть из пересчета, 4026 рублей получился. В марте 2014 года ему была начислена доплата, кроме оклада и счет, заработав в выходные дни в сумме 3 182 рубля. В мае 2016 года Беспалов болел и на это у нас с вами будет больничный лист. Значит, мы берем расчетный период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015 года. Значит, мы должны посчитать с вами все выплаты и доплаты, которые облагаются сносами Фонда социального страхования. И что мы включим? В 2015 год никаких особенностей у нас с вами нет, поэтому 12 месяцев оклад его по 15 тысяч рублей. Что касается 2014 года, то у него в феврале был отпуск, поэтому в феврале мы берем 9 тысяч отпускных и 4026 рублей доплата, ну вот оплата тех рабочих дней, которые кроме отпуска были. Это один месяц, оставшиеся 11 месяцев он получал оклад 15 тысяч и в одном из месяцев, еще в марте, он получил доплату 3 182 рубля. Сложив эти все суммы, мы получим 181 208 рублей. Поскольку и в 2014, и в 2015 году сумма не превышает предельное значение, то есть 181 это гораздо меньше, чем в 624 или 670 в 15. Поэтому для расчета пособия бухгалтер может учесть всю сумму заработка сотрудника, то есть складываем 180 и 181 208. Получается 361 208 рублей. Чтобы рассчитать средний дневной заработок для начисления больничного, используем формулу. Делим средний заработок за расчетный период на 730 дней. Что такое 730 дней? Это 2 года по 365 дней. Спрашивают, а почему мы берем календарные дни? 730 это ведь календарные дни за 2 года. 365 и 365. Мы берем в расчет количество календарных дней, потому что по больничному листу мы оплачиваем календарные дни. И если человек на больничном находится в субботу и воскресенье, и 1, 2, 3, 5, 7 января, то за эти дни мы ему оплатим по больничному листу. Я всегда смеюсь, говорю, хорошо болеть в январские праздники. 10 дней поболел, оплатили по больничному листу. 20 дней отработал, получил полный оклад. Такой порядок прописан у нас в статье 14 Федерального закона 255. Фу, как раз пособие в связи с временной нетрудоспособностью. Рассчитывайте в таком порядке средний дневной заработок любых работников, в том числе и тех, у которых неполная рабочая неделя, неполный рабочий день или суммированный учет рабочего времени. Например, сотрудник болел с 9 по 16 февраля 2016 года. В расчетный период вошли 15 и 14 год. За это время сотруднику было начислено 365 тысяч рублей. Расчетный период он отработал полностью. В этом случае мы берем 365 тысяч, делим на 730 дней, получается 500 рублей в день. Дойдем. Дмитрий спрашивает, если он в 2014 году работал в другой организации. Здесь будет зависеть от того, продолжает ли он работать в другой организации по совместительству. или нет. Если он работал, а теперь там работал в прошедшем времени, а теперь работает у нас, он принесет нам справку от предыдущего работодателя, и мы будем считать здесь, на основании всех его доходов, которые где бы он ни получал. Что касается страхового стажа. Помните, я сказала, что если мы посчитаем средний дневной, то есть большие трудности с маленьким стажем работы. Когда-то давно, и очень часто слушатели задают вопрос, а как же общий стаж, непрерывный стаж. Я говорю, эти понятия у нас канули в лету. Мы теперь пользуемся таким термином, как страховой стаж. То есть это стаж, когда он работал. А что значит работал? За это время работодатель начислял страховые взносы. Поэтому, если сотрудник работает мало, еще пока, например, полгода, работодатель еще не успел с его доходов много начислить страховых взносов. Поэтому и оплата по больничному листу ему будет не в большом размере. А если сотрудник работает уже больше 10 лет, к примеру, то, соответственно, за это время фонд социального страхования уже значительно суммы получил. И в этом случае есть возможность оплатить по полной программе сумму по больничному листу. Определяем мы страховой стаж на день наступления временной нетрудоспособности. То есть не на 1 января 2016 года, 730, да. Значит, на день наступления временной нетрудоспособности. Вдруг он уже перевалил полгода. А вдруг там еще что-нибудь, да. Значит, что мы включаем? Работы по трудовому договору, государственная, гражданская или муниципальная служба, военная или иная служба. Нет, вообще, молодой специалист, неважно, молодой, не очень молодой. Иногда бывает так, что люди сидят целый день, целый день, всю жизнь дома. Ну, например, выпускница института вышла замуж и родила ребенка. Ну, начнем с законных. Родила ребенка, сначала ушла в отпуск по беременности и родам, потом благополучно ушла в отпуск по уходу за ребенком. И знаете, что у нас есть возможность до 16 лет так и сидеть с ребенком. Естественно, она за это время ни рубля не заработала. И даме уже много лет получается, а страховой стаж у нее мизерный. Или совершенно верно здесь делают комментарии в аудитории, что если вы работаете неофициально, с зарплатой в конверте, то, соответственно, никаких страховых взносов работодатель не отчисляет. И в этом случае фонд социального страхования оплатить больничный лист не может. А вот если человек к нам трудоустраивается, и у него есть трудовая книжка, то мы согласно этой трудовой книжке посчитаем этот страховой стаж на момент трудоустройства. И запишем себе, что на момент трудоустройства у него был такой-то стаж. И потом прибавляется всегда время работы у нас. И к моменту наступления страхового случая вы точно знаете страховой стаж. Но бывает так, что человек работает, например, по договору подряда, по договору гражданского права характера. В этом случае он может получить справку работодателя, если тот оплачивал страховые взносы. И тогда эта сумма тоже будет включаться в сумму расчета заработка. Если же человек работал по найму, по договору ГПХ, гражданского права характера, в частности договору подряда, в этом случае работодатель имеет право не начислять страховые взносы суммы по такому договору, страховые взносы в фонд социального страхования. Об этом тоже написано в 9 статье 212 федерального закона. И если он не начислял, то, соответственно, и в больничный расчет мы эту сумму по договору не включим. Я почему отдельно об этом говорю? Потому что в трудовую книжку такие договора не записывают. В трудовую книжку записывают работу по трудовому договору. Значит, если у него была какая-то иная деятельность, во время которой сотрудник подлежал обязательному социальному страховому на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, или военная служба была и так далее, то этот период тоже будет включаться в страховой стаж. Есть у нас приказ Минздравсоцразвития. Старый, конечно, седьмого года, но меня иногда радует подобные давние документы. То есть, значит, что в этом вопросе ничего у нас не изменилось. Ну, например, если он работает в качестве предпринимателя, и если за эти периоды он перечисляет платежи на социальное страхование и периоды до 1 января 2001 года. Если он работает адвокатом после 1 января 3 года, если за эти периоды перечислены платежи на социальное страхование и периоды до 1 января 2001 года. Если он работал в колхозе или производственном кооперативе после 1 января 2001 года, и тогда тоже перечисляли платежи на социальное страхование. Полный список периодов, включаемых в стаж. Обратите внимание, у нас статья 16 Федерального закона 255. То есть страховым стажем надо озадачиться сразу же, когда человек приходит к вам на работу. Понятное дело, что если в трудовой книжке у него большой стаж, может быть и не очень это будет критично для расчета больничного, если вы наберете 8 лет. В этом случае у человека однозначно будет 100% средний заработок сохранен. Если же страховой стаж получается меньше, постарайтесь с человеком вместе собрать документы, подтверждающие его деятельность и сумму страховых взносов, которые за него платил предыдущая работа. Что у нас получается по поводу максимального размера среднего дневного заработка? Итак, в 2014 году 624, в 2015 670. Складываем эти две цифры, делим на 730. Получается, что максимальный средний дневной заработок при расчете больничного пособия в 2016 году не должен превышать 1772 рублей 60 копеек. Если у вашей организации несколько обособленных подразделений, например, есть филиалы в каких-то других городах и так далее, при расчете базы для начисления пособия учитывайте все выплаты в его пользу в целом по организации. Но есть исключения. Исключением является ситуация, когда в расчетном периоде сотрудник трудился у нескольких работодателей. И вы знаете, может быть, об этом. Он может получить пособия у каждого из работодателей. Например, если ваша заработная плата 50 тысяч рублей в месяц плюс квартальные премии в размере оклада, сколько получаем годового дохода? 50 в месяц, 12 месяцев в году получаем 600 тысяч и 4 премии поквартально – это 200 тысяч. То есть годовой доход составит 800. Правильно? 800 тысяч. Например, вы работаете у двух работодателей, значит, вы таким образом получаете 1 600 000. Можно, конечно, и не такие брать большие суммы. Может быть, без премий, там 600 и 600. Значит, если бы вы работали у одного работодателя и получали 100 тысяч в месяц, вам бы считали дневное пособие, исходя из максимальной величины – 624 и 670. А если вы работаете у двух работодателей, то в этом случае ведется расчет по каждому работодателю. То есть вы можете взять два больничных листа, принести их разным работодателям. И на каждой из работ будет производиться собственный расчет. В этом случае за одно и то же время болезни вы можете получить гораздо больше. Про максимальный размер мы поговорили. Теперь давайте поговорим про минимальный размер. Если в расчетном периоде у сотрудника не было заработка, ну, не работал человек два года, то мы сидим. Если заработок сотрудника за месяц оказался меньше МРОД, установленного на дату открытия больничного листа. В таком случае минимальный среднемесячный заработок за расчетный период принимаем равным 1 МРОД. В этом случае вы считаете минимальный заработок за расчетный период, берете МРОД на дату открытия больничного листа и умножаете на 24 месяца, если оба года человек не работал. Если он работал какой-то период времени, то вы МРОД подставляете в свободные. Минимальный дневной заработок тогда будет какой? МРОД на дату открытия больничного листа, умноженное на 24 месяца и деленное на 730 дней. Здесь есть такая закавыка по поводу районного коэффициента. Мы говорим про МРОД сейчас федеральный, а вот есть регионы, да и все регионы свой МРОД устанавливают. В Москве это сейчас больше 12 тысяч и так далее. Значит, из какого МРОД нам считать? Так вот, про районный коэффициент в норме закона 14 статьи 255 ФЗ ничего не сказано. Там написано про федеральный МРОД. В 2015 году минимальный размер оплаты был 5 965 рублей. Сейчас он 6 750, но я на примере покажу. 5 965 умножаем на 24 месяца, делим на 730 дней. Получается 196 рублей 11 копеек в день по больничному листу. Получается, что меньше, чем эту сумму заплатить по больничному листу нельзя. Работник с 20 по 26 марта, 7 календарных дней. Стаж работника на момент заболевания больше 6 месяцев, но меньше 5 лет. Вы знаете, да, о том, что есть градация. Значит, если у нас до 6 месяцев, то считается, исходя из МРОД, от 6 месяцев до 5 лет у нас 60% от дневного заработка, от 5 до 8 – 80%. И только лишь если страховой стаж превышает 8 лет, тогда выплачивается 100% от среднего заработка, который мы сейчас с вами считали. До полугода МРОД, от полгода до 5 – 60%, от 5 до 8 – 80% и от 8 и выше 100% от среднего заработка. Давайте посмотрим на примере. Значит, он работает больше 6, но меньше 5 – 60%. Расчетный период 14-15 годы, он трудится в Бурятии, там есть районный коэффициент в размере 1 и 3. Мы посмотрим с этим коэффициентом, но помните, еще раз повторю, что в законе о коэффициентах районов ничего не написано. Например, заработок 96 113 рублей за расчетный период, то есть за 2 года. Где-то работал, где-то не работал. В пересчете на день это составит 131 рубль 66 копеек, то есть 96 тысяч делено на 730 дней. Получается, что 131 рубль – это меньше 196. Значит, размер больничных у него составит 196 умножить на 60% на количество дней болезни и на коэффициент 1,3. Предположим, что он заработал другую сумму – 149 тысяч. В пересчете на день это составит 204 рубля 84 копеек. То есть мы 149,532 разделим на 730. 204 – это больше, чем 196. Значит, мы берем 204, умножаем на 60%, умножаем на 7 дней, и получается 860 рублей по больничному листу. Получается, что во втором случае, когда заработок больше минимального, мы ему заплатим по больничному листу меньше, чем если бы у него заработок был меньше минимальный. Видно? 1000 рубля, а здесь 860. Но такой закон. Значит, после того, как вы узнали предельный размер заработка, рассчитали средний дневной заработок, определили, какой процент от него полагается сотруднику, рассчитать надо итоговую сумму больничного пособия. Зависит она от страхового стажа, я уже сказала. В этом случае мы считаем с вами средний дневной заработок, умножаем на проценты. Ну, 60, 80 или 100. Исключение из этого порядка составляет больничное пособие в связи с несчастным случаем. Оно не зависит от страхового стажа. И, конечно же, по беременности и родам у нас тоже всегда 100%. Помню, обсуждался 255-й, год и два назад пытались внести в него поправки. И вышел Жириновский из зала обсуждения. И, конечно же, журналисты к нему подбросили, подбежали. Он стал возмущаться. Говорит, представляете, хотели установить коэффициент вот этот вот и на пособие по беременности и родам. Говорит, это вы представляете, у нас женщины должны отработать будут 8 лет, прежде чем они решатся рожать. Ну, и с присущей ему эмоциональностью. Вот, очень радостно сказал, что отстояли они это. Право женщин рожать в молодом возрасте на полном больничном. И в итоге дневное пособие мы умножаем на количество календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности. То есть, если у вас больничный лист написан с 20 по 26, значит, вы включаете 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 7 дней. Неважно, какие это дни, праздничные, выходные и так далее. В январе сотрудница проболела 5 календарных дней. Страховой ее стаж составляет 10 лет. Поэтому пособие ей выплачивают в размере 100% среднего зарода. В организации она работала больше двух лет. Поэтому возьмем ее доходы на нашем предприятии. В 2014 году она заработала 240 тысяч, в 2015 году 300 тысяч. Не превышает предельного размера 624 и 670. Поэтому складываем реально заработанные ей деньги. и делим на 730 дней. Получаем 739 рублей 73 копейки за день болезни. И умножаем на 5 дней, получается 3698. Бывает так, что сотрудник увольняется и тут же заболевает. Ну, всякое бывает. На нервной почве и так далее. Работодатель в этом случае должен оплатить весь период болезни уволившегося работника. Если бывший сотрудник заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения, оплатить ему нужно весь период болезни, даже если он заболел на 30-й день. Но размер пособия в этом случае ограничен. И независимо от его страхового стажа оплачиваем ему 60%. Например, 25 февраля Петров уволился из организации, а 24 марта он заболел и находился на больничном 7 календарных дней. 24 марта, это 24 дня марта, и 26, 27, 28, 29, 4 дня. То есть, получается, 24 марта был ровно 30-й день, а год был высокостный, да, 16. Берем его доход. 780 тысяч он заработал в 2014 году. В 2015 году заработал 852 тысячи рублей. Но эти суммы, обе, больше, чем предельная величина. Поэтому в расчет мы будем брать предельные величины 624 и 670. Разделим на 730 дней. Умножим на 60% и умножим на 7 дней. Мы оплатим ему эти 7 дней в размере 7444 рубля. Если бы он не уволился, он бы получил 100%, поскольку его страховой стаж превышает 10 лет. Наверное, было бы больше 10 тысяч, да, получается? Но все равно считали бы из предельных величин. Еще один пример расчета пособия по непрудоспособности при увольнении. Петров был уволен по сокращению 23 июля. 21 августа он заболел, находился на больничном 7 календарных дней. После выздоровления он предъявил нам больничный лист, в котором по строке места работы была указана бывшая компания работника. В этом случае оплате подлежит весь период болезни. И неважно при этом, что Петров выздоровел уже после того, как истекло 30 календарных дней после его увольнения из организации. То есть он нам больничный лист предъявил уже после того, как выздоровел. Стаж работника более 8 лет, однако все равно сумма пособия не превысит 60%. Если он заработал в 2014 году 525 тысяч, а за 2015 год 568, эти обе суммы меньше лимитов, значит сумма пособия считается исходя из этих величин. 525 плюс 568 делится на 730, умножается на 60% и умножается на 7 дней болезни. И помните, этот момент тоже я не озвучила еще. Первые три дня болезни оплачивает работодатель, а оставшиеся дни оплачивает фонд социального страхования. Не путайте, пожалуйста, с пособиями по беременности и родом или по уходу за ребенком. Знаете, что дают больничный лист еще по уходу за ребенком. Если ваша сотрудница сидит с маленьким ребенком, первые три дня оплачивает кто? ФСС. То есть в данном случае все дни болезни оплачивает фонд социального страхования и работодатель первые три дня на себя не берет. Давайте посмотрим, как заполняется больничный лист. Ну, можно сказать, новый, не новый. С 2011 года он стал таким новым. Бланки обрабатываются автоматически. Изменился сам бланк и требования по его заполнению. Знаете ли вы, как правильно их оформлять? Для каждой буквы или цифры отведена своя ячейка. Исправление недопустимо. И если врач ошибается, то он должен выдать новый листок нетрудоспособности. Кроме того, вылезать за ячейки нельзя. Для всего есть свое. Больничный лист я разделила на две части. Верхняя часть заполняется медучреждением, а нижняя часть заполняется компанией. Разберем, где что указывается. Вот видно, да, на примере, каждая буковка и каждая циферка находятся в отдельном, в ячейке в отдельной. Давайте для себя отметим остальные моменты. Ячейки первичный и дубликат. Дубликат выдается в том случае, если первичный потерян или испорчен из-за допущенных в нем. Вверху видно? Две ячейки первичный или дубликат. Галочка ставится там, где. Наименование медицинской организации можно писать как полное, так и сокращенное. То есть может быть, как у нас, ГУ, ТД и так далее, государственные учреждения и прочее, прочее. Адрес медицинской организации идет в таком порядке, как город, улица, дом, офис. Название улицы пишется без слов улица, проспект и так далее. Номер корпуса или строения пишут через дробь без пробела. То есть в каждой ячейке заполняем. Здесь написано поликлиника, номер 54, город Москва, город Москва, и адрес Москва, Носовихинская, слово шоссе нету, 5 дробь 1, адрес медицинского учреждения. Дата идет, дата выдачи, там 1 июля и так далее, и ОГРН медицинского учреждения. Здесь указывается фамилия, имя, отчество нетрудоспособного. Далее указывается день рождения, пол мужской или женский и причину нетрудоспособности кодировка. Давайте поговорим. Значит, по ОГРН медучреждения, ну все знают, что такое ОГРН. Государственный регистрационный номер. По этим цифрам специалистам ФСС будет легко найти медучреждение в базе данных соцстраха. Фамилия, имя, отчество заболевшего вписывает врач. Для фамилии отведено 28 ячеек. Поэтому если фамилия будет длиннее, то вносит не полностью, а только 28 букв. Я сразу начинаю считать количество букв своей фамилии и думаю, какая же фамилия должна быть. Может быть двойная, да, и каждая из частей очень длинная. Или какая-нибудь баронесса, которая имеет все регалии, ну и так далее. Имя и отчество нужно писать полностью, инициалы ставить нельзя. За поля выходить запрещено. Дата рождения указывается день, месяц и год. Пол заболевшего калочку ставит врач. Причина нетрудоспособности. Значит, где посмотреть причину? На оборотной стороне листка нетрудоспособности. Значит, в первых двух ячейках обозначают причину, по которой пациент обратился к врачу в свое первое посещение. Дополнительный код нужен, если в процессе заболевания появляется еще какая-то причина для нетрудоспособности. Код изменения вписывают, когда причина нетрудоспособности изменилась. Место работы на именование организации. Разрешили сокращать название компании, если она не помещается в ячейках этого поля. Если у компании сокращенное, наименование есть в уставе, то нужно использовать его. Ну, например, у нас здесь образовательное частное учреждение, и многие не знают такую аббревиатуру. ОЧУ, специалист, например. Поэтому, когда я вдруг, если заболеваю и выписываю себе больничный лист, мне приходится по буквам диктовать медицинскому работнику, как правильно называется наша организация. Организация. Значит, можно использовать кавычки, тире, точки, запятые. То есть название, как вот оно есть, так и идет. Ну, разные названия в первом листе и продолжении больничного. А по какой причине они изменились? По причине изменения организации наименования? Тогда, конечно. А если у вас организация не меняла наименование, и сотрудника никуда не переводили, тогда, конечно, разные названия, возможно, это была ошибка при оформлении. Тогда этот больничный надо будет переписать в медицинском учреждении. А, вы имеете в виду, было ЗАО, а теперь просто АО стало? Ну, если во время болезни изменилась организационно-правовая форма, то есть прошли перерегистрацию, организацию не... Она же изменила свое название в результате просто изменения названия, внесения поправок в связи с изменением законодательства. А вовсе не потому, что она другая, или же сотрудник стал работать другой. Ну, на самом деле, перерегистрацию акционерного общества были не обязаны какое-то время проходить, и поэтому ЗАО многие оставались так ЗАО. А по какой инициативе врач переписал по другому наименованию, потому что она так считает, или потому что... Еще что-то, тогда надо обращаться в этом случае в медицинское учреждение, чтобы вам изменили больничный лист. Основное место работы или работа по совместительству. То есть ставить здесь ячейку, галочку со слов пациента. Можно выдать два больничных врачу для основной работы и для другой. Во втором листе должен быть номер бюллетеня, предназначенного для основного места работы. Значит, про даты. Дата 1 и дата 2. Здесь у нас стоит дата 1 и есть дата 2. В данном случае меняется дата, если вдруг изменилась причина нетрудоспособности. Его указывают только в том случае, если это произошло. Дату 1 ставят, если больничный выдан будущей маме. Тогда здесь указывают предполагаемую дату родов. Если же пациент направляется в санаторий, пишут дату начала путевки. Ну, а дата 2 – это ячейки для дня, которым закрывается путевка. Номер путевки у грэн-санатория или клиники. Ячейки заполняются при санаторно-курортном лечении. Второй раздел по уходу заполняется, когда больничная выдается для ухода за заболевшим членом семьи. Значит, возраст. Проставляется число полных лет, в следующих двух число полных пейсцев. Если ребенку меньше года, то первые две ячейки пустые, лет же нет у него. И тогда месяца заполняют вторые две ячейки. Родственная связь закодирована. И коды просматриваем тоже на обороте больничного. Если вдруг в уходе нуждается большее количество родственников, нежели чем два члена семьи, то врач выдаст два листка нетрудоспособности. Заполняются они одинаково. Отличаются только данными родных. Поставленный на учет в ранние сроки беременности ставится галочка в ячейке «Да», если женщина пришла на консультацию в сроке до 12 недель. Отметки о нарушении режима в первых двух ячейках код, значение которого на обороте. Проставляется дата нарушения и подпись врача. Чем чревато нарушение режима? Нет, нарушение режима – это лишение пособия, да, части его. Находился в стационаре – это срок с момента поступления в больницу и до выписки. Может ли он находиться в стационаре меньше, чем он освобождался от работы? Да, он мог сначала дома болеть, потом его могли увезти в стационар, потом вернуться, еще сколько-то дней находиться на больничном. То есть находился в стационаре может быть короче, чем освобождение от работы, но вряд ли будет длиннее, чем освобождение от работы. Если работника направляют в учреждение медико-социальные экспертизы, в результате которой устанавливается инвалидность и указывается группа, то тогда, где дата направления в бюро, дата регистрации, документов о свидетельствовании, вот эти даты устанавливаются. Что касается количества дней освобождения от работы, изначально врач может выдать больничный лист сроком до 10 календарных дней, а потом продлить, если понадобится. В таблице ставятся даты и должность врача. Если должность врача длинная, то ее название можно сократить до количества ячеек в этом поле. Например, кардиолог. Ну, длинная, а может быть не очень. Умещается, если, то хорошо. Если не умещается, то, соответственно, сокращают. Если человек болеет дольше 30 календарных дней, то больничный можно продлить только в врачебной комиссии. Фамилия и инициалы врача указывается сначала фамилия врача, затем пробел в одну ячейку и потом инициалы. Вы знаете, у больного инициалы не допускаются, у врача инициалы ставят. Если фамилия и инициалы превышают 14 символов, то можно продолжать писать на второй строке. Если недостаточные 28 ячеек, то можно не писать инициалы, в крайнем случае сократить фамилию. Но вылезать за ячейки не вылезаем. Если больничный лист продляет комиссия, то в первой строчке таблицы нужно написать фамилию и инициалы врача, во вторую фамилию и инициалы председателя врачебной комиссии. Если фамилия и инициала того и другого превышает, ну, понятно, да, сокращаем. С какого числа он может поступить к работе? Код таблицы освобождения от работы. Если же человек продолжает болеть, то в графе иного проставляют соответствующий код. И ниже пишут номер больничного, выданного в продолжение. То есть, если идет продолжение больничного листа, вот он вам принес новый листок продолжения, значит, там четко должно быть написано в предыдущем, да, про продолжение. Внизу раздела «Врач ставит свою подпись». Справа место для печати медицинского учреждения. Она может быть круглой, треугольной. Может быть надпись для листов недородоспособности и без такой надписи. Главное, чтобы там было четко видно название организации медицинского учреждения. Значит, смотрите, на сайте fss.ru вы можете найти все правила по оформлению больничного листа с образцом и пояснениями. Если возникают вопросы, там даже есть программка, которую вы можете скачать себе. И, понятное дело, что этой программкой пользуются медицинские учреждения, но, занося сведения туда, вы заодно проверите, насколько легален ваш больничный лист. Разделы, которые заполняются в компании работодателя. Наименование организации может быть сокращенным. Мы это обсуждали, когда сверху говорили, да, место работы наименования организации. Если название компании не совпадает с тем, которое указал доктор, то важно правильно заполнить строку регистрационный номер. Ведь вы же все имеете регистрационный номер страхователя. У филиалов компании, кроме регистрационного, есть еще и расширенный номер, его пишут через дробь. И потом вносят код подчиненности. Где мы эти берем данные? В извещении страхователю, который нам выдает фонд социального страхования, когда нас ставят на учет. Код подчиненности указывает на то отделение соцстраха, где зарегистрирована компания в настоящий момент. Значит, ИНН нетрудоспособного можно не заполнять. Вы знаете о том, что ИНН нам получать не обязательно. А вот СНИЛС номер сострахованного лица в пенсионном фонде должен быть заполнен описательно. Что касается условий начисления, тоже закодированная информация на оборотной стороне больничного листа написана. Это льготники, инвалиды, работающие по срочному трудовому договору и те, кто болел в течение 30 дней после увольнения. А вот дата в акте формы Н1 указывается только, если речь идет о травме на производстве либо профессиональном заболевании. Итак, сверху ООО, компания, регистрационный номер. Видно вам, да? Место работы, основное либо по совместительству. Код подчиненности, это который мы берем оттуда. Если у нас с вами обособленное подразделение, то кроме регистрационного номера еще будет расширенный код в продолжение. ИНН нетрудоспособного можно не писать. СНИЛС заполняем в обязательном порядке. Дата начала работы, вы пишите, когда он первый день вышел на работу после больничного. Страховой стаж прописываете здесь. И причитается период. Болел он, например, с 5 июля по 8 июля. Средний заработок для исчисления, средний дневной заработок. И вы пишете, сколько за счет работодателя, сколько за счет ФСС. Фамилия и инициала руководителя, фамилия и инициала главного бухгалтера. И подпись. Так, полное количество лет и месяцев. Трудовой книжкой и иными документами. Нестраховые периоды. Видели там с вами строчку. Нестраховые периоды. Это военная служба. Если он учился, если стоял в качестве безработного, или же просто отсутствовал на работе, в больничном листе мы не отражаем. Понятно. Только, получается, был на службе. Причитается пособие за период. Здесь продублируем даты из таблицы освобождения от работы, которую заполняет врач. Средний заработок для исчисления пособия и средний дневной заработок. Раньше мы считали полностью и прописывали этот расчет, но в бланке мы этого не делаем. Полный расчет составляем на отдельном листе. Опять же, если вы пользуетесь программным продуктом, там вот каким-нибудь, типа 1С или еще где-то, есть практически во всех программах расчет среднего заработка. И вы можете этот расчет приложить к больничному листу. Итак, уход за членом семьи, карантин, долечивание. Это соцстрах оплачивает с первого дня. Уход за ребенком. А итого начисленного указываем общую сумму пособия. Мы не вычитаем НДФЛ, указываем всю сумму начисленного пособия. НДФЛ будем удерживать потом. Могут ли больничные листы подписывать не сами главный бухгалтер и руководитель? Только в том случае, если они передали свои полномочия другим людям на основании приказа или доверенности. В крупных компаниях так и делается. Вряд ли будут подписывать самый главный-главный и другой главный-главный генеральный. Это могут быть даже ситуации, когда отделу кадров, например, делегируют эти полномочия. Приказом, что можно все что угодно. В сложной ситуации по расчету декретных несколько минут еще человек болел и пошел в декрет. То есть у нас получается будет два больничных листа, потому что два страховых случая. То есть будет больничный лист на весь период временной нетрудоспособности и на весь период отпуска по беременности и родам. И не важно, что дни будут пересекаться. За те дни, которые задвоятся, компания выплачивает либо больничные, либо декретные. Это зависит от того, какую дату начала отпуска по беременности и родам укажет работница в своем заявлении. То есть выбор будет перед самой женщиной. Понятно, да? То есть в консультации ей посчитали предполагаемый срок родов, а терапевт написал, что она заболела. В этом случае можно побыть где? На больничном, а декретные считать после того, как больничный закончился. Климова предъявила в бухгалтерию предприятие больничный лист по беременности и родам сроком на 140 календарных дней на период с 18 января. Одновременно она предъявила больничные по временной нетрудоспособности с 15 по 22 января. Пересекающийся период. Пять дней. В заявлении на декретный отпуск она написала, что берет его с 23 января. Значит, больничный ей нужно будет посчитать за весь период болезни с 15 по 22 января, а декретный будем считать с 23 января. Но здесь получается у нее не 140 дней, как у всех по беременности и родам, а на 135 получится дней. Пять дней, потому что она берет другая ситуация. Как нам посчитать декретно, если два года отработано не полностью? Если сотрудница в течение двух расчетных лет не меняла работодатели, пособие должно быть выплачено по каждому месту работы, исходя из заработка в конкретной компании. При этом не обязательно, чтобы все два года были полными. Ограничение в 624 или 670 тысяч рублей каким-либо образом распределять между компаниями не нужно. Мы про это говорили. Каждая компания ведет свой расчет. То есть в обязанности нанимателя проверять доходы работника в других местах не входит. Вы смотрится чисто по своей компании. Например, Красноу предъявила больничный лист на 140 календарных дней, начиная с 14 января. В настоящее время она работает в двух компаниях. В одной на основном месте работы, в другом по совместительству. Расчетный период 14-15 год. Она устроилась в обе компании в 14-м году, в марте и декабре соответственно. То есть в марте на основное место работы в одну пришла, освоилась немножко, пошла на второе место, устроилась в декабре. В других компаниях она не работала. Общий страховой стаж больше 6 месяцев. Исключаемых дней в расчетном периоде у нее не было. На основном месте работы ей посчитают заработок 2014 и 2015 года. 402 тысячи, видно, да, где я считаю, вот, 402 в 14-м, 490 в 15-м. Меньше лимитов. Значит, мы берем, складываем эти две цифры, делим на 730. У нее 100%, несмотря на то, что, да, умножаем на 140 дней, получается сумма за эти 140 дней. По совместительству, значит, в 14-м она заработала вот эту сумму 125 тысяч, в 15-м 274 тысячи. Они также меньше установленных лимитов, поэтому складываем, делим на 730, умножаем на 140, получаем 80 тысяч. То есть выплатят ей вместе 251 тысячу 830 рублей. Это получается сумма даже больше максимально возможных в 16-м году. Вот, прикиньте, если мы сложим с вами 670 до 624, разделим на 730 и умножим на 140 дней, нет калькуляторов ни у кого. То есть, ну, здесь у меня написано, должно получиться 248,164, а ей выплатят 251. То есть, это больше даже, чем если бы она в одном месте все документы предъявляла. Что делать и как нам посчитать декретный, если нет оригинала справки о заработке? Оригинала, повторю. А, значит, сотрудник, сотрудница должна пойти на предыдущее место работы и написать заявление. В течение трех рабочих дней ей должны выдать справочку о доходах. Предположим, сотрудница принесла больничный лист на отпуск по беременности и родам на 140 календарных дней, начиная с 25 января. У нас она работает с 9 января 2015 года и болела в общей сложности 22 календарных дня. За 15-й год ей начислили 609 тысяч, это меньше лимита 670. В 2014 году она работала в другой компании и для расчета пособий она представила нам справку из той компании. Согласно этому документу, в 2014 году она заработала 555 тысяч рублей, что также меньше лимита. Исключаемых дней из расчета не было. Мы складываем с вами 555 по совместительству, что она работала в той компании, плюс 609, которые она заработала у нас, делим на 730, уменьшенные на время неработы, 22. То есть мы делим с вами не на 730, а на 708 дней. Получаем сейний дневной 1645 рублей. И тогда пособие составит 1645 умноженное на 140, 230, 302 рубля. Если сотрудник не принесет справку с предыдущего места работы, то тогда вы можете рассчитать только исходя из тех сумм, которые он получил на своем нынешнем месте работы. Вы можете посчитать сначала маленький, средний дневной. Человек озадачится этим вопросом и пойдет своим прежним работодателем брать справки. И когда он эти справки принесет, вы сможете пересчитать. Вы можете сделать расчеты по копии, но он должен предоставить бумаги о заработке, то есть после того, как получит пособие. Но если он не предоставит вам справку, вы ему пересчитаете, исходя из минимального. Иначе эти суммы у вас удержит фонд социального страхования, то есть он вам эти суммы не выплатит, если справка будет публикатом. Но работник ваш может быть мудрее, если прочитает закон, они могут написать заявление специальное, на основании которого вы будете обязаны запросить сведения о зарплате в его прежнем компании. Спрашивать будем в своем отделении пенсионного фонда, то есть специальный запрос оформляет. Например, у сотрудника вашего проблемы с теми работодателями. Да, и он не может туда пойти чисто по каким-то таким соображениям. Может быть, ему закрыли вход и так далее. Ну то есть в этом случае можно написать специальное заявление, и вы через свой пенсионный фонд сделаете запрос о его доходе. Если роды осложнены, то тогда получается дополнительный отпуск на 16 календарных дней. Да, то есть у нас 140 увеличивается на 16. Листок нетродоспособности за эти дни врачи выдают в рамках одного страхового случая, оформляет его как продолжение первичного листа на 140 дней. И номер его приводит в продолжение листка. Там укажет врач причину нетродоспособности по коду 05, отпуск по беременности и родам, и поставит трехзначный код 020, означающий дополнительный отпуск. То есть поскольку больничный новый является продолжением первичного, то тогда новый расчет декретных вам делать не нужно. Просто вы дополнительно оплачиваете эти 16 дней. То есть если у нас в предыдущем примере получилось 1645 рублей, и у нее была сумма по больничному, то вы умножаете на 16 дней и доплачиваете ей еще 26320. И последняя ситуация. Как определить дневное пособие по беременности и родам, если декретный отпуск приходится на период, в котором изменилась сумма род? МРОД, страховой стаж меньше 6 месяцев, а расчетный период 2 года. Значит, если к началу декретного отпуска страховой стаж сотрудниц меньше 6 месяцев, то сумма по беременности и родам не должна превышать минимального размера оплаты труда с учетом районных коэффициентов. В расчет нужно брать величину МРОД, действующего в месяц, за которое выплачивается пособие. То есть МРОД, действующий в месяц, умножается на районный коэффициент, если он есть, и делится на количество календарных дней в месяц. У нас статья 11.255 Федерального закона. Таким образом, если декретный отпуск включает в себя период, в котором увеличился МРОД, изменения учитывайте с даты их вступления. Например, у нас в июле грозятся повысить МРОД. Поэтому, если декретный отпуск приходится на, ну это когда будет, то тогда вы возьмете с начала декретного отпуска до вступления в силу изменений, исходя из суммы того МРОДа, из даты, когда изменился МРОД до окончания декретного отпуска, исходя из вновь утвержденной суммы МРОД. Ну и доначисленную сумму будете выплачивать потом сотруднице. Вы же ей выплатите сначала за 140 дней.